Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа, начинаем. Na'Vi против Team Empire, первый матч Best of 3, полуфинал лузеров для Дуэлл Вестерн Челленджа. Ну что, Na'Vi банит Бэтрайдера, банит Ликаны. Empire, у них первый пик за баню Юнигума, за баню Думы, ну и забирают себе этим первым пиком Брюмастера. Задумался, пока что пупей, посмотрим появятся ли здесь Скайверд против Брюмастера. Но пока размышляют, до этого Na'Vi любили очень. Забирают себе Тайтхантера в одном из первых пиков. Посмотрим, достанется ли этот герой Фаннику. Так, ну и напомню, матч на выбывании, то есть это нижняя сетка. Играют сейчас Na'Vi против Empire, потом будем смотреть победителя этой серии против команды Fnatic. За правый выход в финал. То есть у нас в 11 часов еще ожидают Fnatic победителя. Так, ну что, Na'Vi, минуту 20. Энигму пупей забанили. Ликаны тоже не дали, в общем-то сами они его забанили, не стали отдавать Empire. Надо все продумать. Размышляют, обсуждают, понимают, что Empire сейчас наберут тимфайт потенциала. Смогут просто набегать, отбирать вышки. Надо что-то с этим придумать. Ну, вариантов достаточно много, то есть накапливая с этим файт потенциал, пытаться воевать. Пытаться как-то играть вокруг ультимейтов вражеских, то есть, например, того же самого Скайвера, брать, затыкать Бремастера. Брать еще каких-то похожих героев. Ну, а для начала появляется ВИЗ. Ну что, посмотрим. Давненько я не видел ВИСПА от Na'Vi. Как минимум на матчке Дэд Вайл. Ну, весьма интересно, как его реализуют. Будут ли добирать для него каких-то комбинаций? Na'Vi обычно Просто ВИСПА Брали без каких-то комп, но посмотрим, возможно, хвосту сейчас какого-то интересного героя придумают. Будь то Тинью, будь то Рикки. Можно что-то сообразить любопытное. Так, ну, ВИСПА это замечательно, конечно, к нему можно потом добрать уже какого-то героя, заставить Эмпайр банить различных персонажей, но пока забирает Вейслис Войда. Na'Vi, судя по всему, посмотрели. Вчерашний матч Дэд Вайл посмотрели. В сегодняшнем матче Азиатский. Ну и Вейслис Войда фигурирует. В последнее время у нас очень часто, чуть ли не в каждом матче. Особенно в азиатских матчах, чуть ли не чаще Тайд Хантера появляется. Не чаще Брю Мастера. Полезный Тинфайт Ультимейт. Вейслис Войда можно ставить на любой из лейнов, как выяснилось. То есть достаточно оставить его, чтобы получал он быстрее шестой слой. Ну а фарм найдет рано или поздно. Na'Vi забирает лича. Моментально банит Тайд Хантера, не хотят отдавать его фанику. Ну и теперь время банить Na'Vi. Лича не видит, понимает, что оффлейн у них будет неприятный. Точнее, их сейфлейн. Оффлейн для Эмпайр. Придет туда лично с оффлейнером, будет поедать крипов. Уж более комфортно это будет сейфлейн для Эмпайр. Посмотрим, пройдутся ли сейчас по оффлейнерам, вспомните ли про героев мага. Бреймастера можно отправить на мид. На оффлейн взять еще какого-то боевого персонажа, например, того же самого Кентаура. Но останется лишь взять какой-то керри потенциал. Ну и к слову, керри потенциале как бы не появится здесь. Какой-нибудь Драгон Найт, это Резолюшн, например. Как бы Эмпайр не нацелились на победу в мидгейме за первые буквально полчаса. Ну и на ави, всего лишь 15 секунд у них. Время заканчивается, поджимает, пора уже выбирать что-то. Достаточно любопытно этих первых два пика. Висп, если сводит, посмотрим, как это все будет реализовано. Дисраптора банит. Ответный бан, Нэнш, ты паришь на? Котят, Нави, спокойно драться, чтобы Дисраптор никого не отправлял обратно. После Релокейта. Не ставь, статик шторм. То есть, похоже, все-таки будет какая-то Релокейт комбо, комбинация. Ну и последний бан. Посмотрим, продолжит ли по саппортам. Придумать ли что-то еще интересное, Нави. Времени уже совсем нет. Приходится делать выбор. Банят Пака. Забаня АОЕ Сайленсы, посмотрим, какие сейчас будут кнопочки появляться. Будет ли какая-то комбинация с Хроносферой появится ли кто-то вроде Жакира, кто-то вроде Инвокера. Заливать либо Макропайр в Хроносферу. Либо сбрасывать туда Метеоры различные и так далее. Вариантов довольно много на самом деле, то есть. А у Еврон внести есть кому. Что, пора набирать? Надо добирать старого саппорта. Вот как раз появляется Skyward для Броймастера. А Эмпайр вберут визажа себе. Удобно очень саппорты для Эмпайр. Да, конечно, надежных станов у саппортов нет, пока не появились. Фамильяры у визажа, пока не появился Chain Frost у лича. Но в то же время лейн саппорты весьма сильные. То есть лич будет стоять, жевать скрипов, позволять у флейнера спокойно фармить. Ну а визаж приглядывать будет за своим сейфлейнером, потом уже качается ультимейт. Можно будет спокойно драться. Тимфайт потенциал у Эмпайр уже весьма-весьма большой. Понятно, что у Нави есть хроносфера, понятно, что Нави будет кого-то затыкать. Хватать сразу же, пытаться убивать Мистик Флэером, заливать. Ну и Нави добирает себе вайпера. Эмпайр же показывает Клинкса. Я понимаю, Клинкс для Сайлента, фармящий Клинкс. Ну, в любом случае, он бы фармил. Другой вопрос, на какой лейн его отправить. Учитывая, что имеется лидж в драфте, можно Клинкса даже на оффлейн поставить. И таким образом еще один свободный лейн откроется. Для фарма. Банит Разора сразу же Нави. Ну и последний банн от Эмпайр. Вайпера. Посмотрим. Возможно, на мид отправят, отдадут Дэнди. Фейслис Войт, как я понимаю, будет хвост. Хоть, конечно, возможны варианты. Фейслис Войт мы где только не видели за последние несколько дней. Ну и как я понимаю, остался какой-то оффлейнер. Какой-то товарищ, который просто на грудь будет принимать большую часть урона, который будет набегать. Дарксир. Тоже, в принципе, неплохо. Чтобы не всасывал всех в хроносферу. Решили Импайр, что такой персонаж им не нужен. Так, ну и пора добирать. Пора показывать. Что здесь будет любопытного. Понятно, что есть уже Мистик Флэр в хроносферу. Понятно, что Вайпер будет заплевывать. До изнеможения. Сэнд Кинг. Давненько его не видели, я тут как раз в чей раз задумался, что как-то пропал у нас Сэнд Кинг прям-таки совсем со сцены. Из драфтов он ушел. Раньше брали его чуть ли не в каждом матче. Был определенный период, чуть ли не полмесяца, месяц назад. Когда очень удобно было. Когда обнаружили, что можно очень быстро выфармливать блинк в лесу. С помощью Сэнд Шторма. Поромить можно. Прилететь на релокейте, поставить дать эпицентр тоже можно. Герой. Достаточно серьезный. То есть это тимфайт потенциал, влетать с эпицентром под хроносферу. И в то же время и поромить можно, и с блинком потом будет интегрировать. Так, на Эмпайр забираю себе бестмастера. Бестмастер достается резолюшеном. Как выясняется, отправится бестмастер, судя по всему, на мид. Посмотрим, возможно, будут сейчас свапы. С бреймастером, возможно, не того. Мастер схватил резолюшен. Так, ну и поехали, смотрим. Страна Радиент, Эмпайр. Резолюшен, таки на бестмастере. Маг будет играть с офлэйм бреймастером в ванскор наличие. Освон Флай будет играть с визажом и сайлент на Клинксе. Виспе продает в рейсбэнд. Не понравился ему, закупает колечко. Танго им запулин, но, как я понимаю, проблем у него на лейне быть не должно. Но выясняется, что войд действительно офлэйм. То есть войд достается фанику. Но здесь в уроке на виспе выгуливает Дэнди на поводочке. Дэнди будет играть на скайверт маги. Пупей сэндкинг, ну и хвост на вайпере. Ну что, все выглядит достаточно любопытно. То есть фармит вайпер. Фармит вайпер на своем сайфлэйне. Понятно, что будет поедать. Личь крипов будет неприятно. То есть маг будет выфармливать. Но в то же время, как я понимаю, вайпер свою меку вынесет. Сэндкинг может паромить, может в лесу посидеть, вынести быстрый даггер. Быстрый блинг. Но у фаник задача получить ультимейт и хоть что-то дэнфармить. То есть у него задача быть человеком ультимейтом, человеком инициатором. Вылетать будет, замедлять. То есть помимо сэндкинга с его эпицентром, с его брострайками, будет еще и фойслис войд. Примерно такую же роль исполнять. Ну и Дэнди, тяжелая артиллерия. Посмотрим, как быстро появится мистик флэр, как быстро он будет реализован. Это должна быть большая проблема для мага. Не столько мистик флэр, сколько эншент сил. Само собой, неприятный этот сайленс. Магический урон достаточно много. То есть это и мистик флэр, это и эпицентр. То есть магический урон сэндкинга. Забирает иллюзио лсуанфлай. Отправляется на боттлэйн. Ну что, как я понимаю, раздолье здесь будет у Клинкса. Клинкс пофармит более-менее свободно, должен визаж сейчас гонять. Вайда, но в то же время фаник понимает, что особых станов здесь нет. Сурки ему, конечно, могут наплевать. Но эскейп имеет, проблем быть не должно. Понятно, что прям-таки к репам фармить его допускать не будут. Собственно, настрелял ему уже сайлент. Но в то же время есть шанс, что сейчас лсуанфлай будет отвлекаться на отпулы. И можно будет какой-то опыт-то получить. То есть не то, чтобы совсем у него проблемы оффлейн. Но мага, как я и говорил, ванскор пока что не вкачет. Он скарифайс пока что размышляет, что делать дальше. Я думаю, скоро успел появиться уже. Проблемы пропадут. Воюет здесь фаник с визажом. Понимаю, что особо усердствовать здесь не стоит. Ворует отпул ванскор, забирает крипа. Хотелось бы забрать побольше, собственно, для этого зовет мага. И маг спокойно все это хозяйство фармит. Зафармил еще и троллей, доволен жизнью. Так, на вис. Вис приходит на помощь денди, заливает им хп, заливает им. Посмотрим, будет ли бутылка у виспа хватает золота. Появляется сразу же бутылка у куроки. Ну и денди, таким образом, бутылку можно, в принципе, даже и не покупать. Достаточно каждый раз звать куроки на помощь. Как только проблемы с маной, проблемы с хп. Висп и рону проверит, если что заберет. Денди, в итоге, смеда перемещаться не надо совсем. Уже больно это. Удобно для него. Начинает ванскор, наконец, поедание крипов. Появляется хейст, проверяет своим кабаном здесь уроны. Постоянный резолюшн. Ну а фанька здесь все еще гоняет. Покачал уже бэктрек. Но пока что проседает он достаточно серьезно по хп. Ходит ванскор из потяжка. Поплевает хвоста, но пока что фростбластов нет. Пока что он не особо страшный. Ну а сонфлай забирает хейст, побежал искать курьера. Информация про курьера была, он его видел на карте. Хорек убегает. Убегает в лес. Уолос онфлай понимает, что там по деревьям этот хорек может бегать с кругами. Бесконечно. Ну а фаник только доволен, что убежал в визаж. Можно скорее фармить. У фаника, конечно, всего лишь три элос хита, но тем не менее. Хоть что-то. Хоть какое-то золотишко здесь успевает ссуровать. Уже второй уровень бэктрека. Пытается его обогнуть уолос онфлай. Фаник прячется в кустах. По-хитрому пытается избежать визажа. Наконец-то показывается и уолос онфлай пошел уже наплевывать. Усаник уже второй уровень серенгарус. И в итоге фаник они разводят на таймволок, на половину монопула. Фаник, конечно, пытается воевать вот это, но пока что не выглядит особо убедительным. Реген у фаника закончился. Третьих хп остается. Пожалуй, сейчас придется либо на базу бежать, либо что-то еще выдумалось. Скорее всего, в кусты сейчас просто запрыгнет скоро. И так и будет там сидеть. Посмотрим. Так, ну что здесь? Ванскор получает третий уровень. Думает, в качестве фростбласт, в качестве скрипфайс. Можно принимать решение. Либо убивать кого-то, пытаться, либо же продолжать поедать скрипов. Так, ну а здесь фаника продолжает искать уолос онфлай. Маны, конечно, хватает на таймволк. Фаник уже серген неприятный, так, Дэнди. Берет, забирает фростбласт. Убивают они резолюшно в Дэнс виспал. Виспал уже второй спирит и урона хватает. Третий уровень аркейнболт. Ну и скоро появится мистик флэр. То есть вернется сейчас бестмастер. Его может ожидать неприятный сюрприз. В скором времени. Отправляется висп за руной. Появляется невидимость. Дэнди фиртбласт забрал. И несет себе уже аркейнбуд. Крокер он забрал. Думаю, что с ней делать. Птичка проверила. Было видно, что урона невидимость. Если, конечно, он успел прокликать там резолюшн. Или кто-то из саппортов. Фанника продолжает гонять. Как-то я на него заглядываюсь. Но пока. Особых проблем. Особых проблем нет. Принес себе танго. Уже на регене ЛХП. Все нормально. Так, ну что, Дэнди. Шестой появляется. Появился мистик флэр. Пора убивать кого-то. В идеале, конечно, хотелось бы убить еще раз резолюшн. Замедлить получение опты. Чтобы не появлялся быстрый прайм-рор. Чтобы сам этот резолюшн никуда не выбегал внезапно. Бессмастер пока. Тепары в разные стороны. Так, конкастер, шот. Мистик флэр. Мы добили. Комбинация не сложная. Если бы пытался он скоро сделать стак, судя по всему. Но стак почему-то сделать не получилось. Поэтому приходится возвращаться обратно. Так, ну что, маг. Скоро появится у него пятый. Давайте посмотрим. В принципе, одинаково они паурули вместе с фанником. Несмотря на то, что Лич помогает с поеданием крипов. Тем не менее, Лич тоже с опытом. Давайте посмотрим, как дал Пупе. Вот он здесь в кустах сидит уже. Начинает копить на свой блинг. Ну-ка, уроки расставляет здесь варды для Дэнди. Посмотрим, отойдет ли он или будет стоять с ним дальше. То есть сейчас вернется Бессмастер. Можно на самом деле попробовать его еще раз убить. Учитывая, что откатывается уже Мистик Флэр. Резолюшн теперь на лейне делать особо нечего. Он понимает, что как только он придет, сразу же у него будут неприятности. Дэнди сразу же начинает плевать свои РКМ-болты. Дэнди покупает себе Витальти Бустер. Судя по всему, нацелились на Родо Фац. В принципе, неплохой артефакт, на самом деле, для Скавер от Мага. Многие покупают первым слайтом Фор Став. Но можно купить и Витальти Бустер, собрать у него потом Родо Фатос. Радиус замедления просто невероятный. То есть мало того, что будет конкассив шот, так еще и Родо Фатос можно будет прожимать с достаточно коротким кулданом. Ну и там же Мистик Флэр под замедление это подкладывать. Ой, здесь крипов Фаник. Наоткнулся на него Салли, ты прогоняет. Быстро, решительно расстреливает. Отходит Резолюшн по джангле. Проседает очень серьезно, как бы весь тролль не застрелил. Но тем не менее, на лейн не выходит. Резолюшн понимает, что здесь эта парочка готова к боевым действиям. Ну и посмотрим, возможно, к уроке. Сейчас появится у него релокейт. Возможно, он в Даймс Дэнди так и будет летать. То есть, не к чему вводить с собой Сэнд Кинга, если есть Скайверт Маг. Убивает моментальный Вард, который здесь ставил он скоро. У Мага сейчас появится ультимейт. Посмотрим, возможно, Маг начнет куда-то перемещаться. Большой вопрос, куда перемещаться. То есть, перейдет он Скайверт Магу. Скайверт Маг сразу же его заткнет Эншн Силом. А то его и убьет. Ты выглядишь. Фаник прыгучий. Фаник приходить смысла нет. Но до хвоста просто не дотянуться. Хвост всегда стоит чуть ли не на максимуме рейнжа. Особо не высовывается. И плюс всегда приглядывает за ним кто-то. Эмпайр. Пока что не готова переходить в наступление. Здесь включает хейст и отправляется забирать дабл дэмэж. Ну и можно с этими двумя иронами что-то придумать. Кого-то оформить. На миде крутится он скоро постоянно. Дэнди расстреливают кубанов. Расстреливают ворды. Все это хозяйство фармят. Так, ну и здесь пошла зварушка. На хвоста все-таки напали. Хвосту дали, судя по всему, прайм и урор. Прайм и сплит. Хвост проседает очень серьезно. Пупей, конечно, прокисталась в эпицентр. Но урезолючно уже более много заряда было на СИКе. Но нет. Прилетает Дэнди на релокейте. Ждут, когда сложится обратно маг. Но маг бежит. Буквально пару секунд осталось. Складывается обратно бреймастер. Выясняется, что у него фу хп. Тем не менее, Борлстрак дает теншн сил. Добиль бы. Улетает обратно висп. Но Дэнди он оставляет. И Дэнди получает килинг спри. Появляется уже первый стафф офизердери. Четыре сотни осталось до второго. Ну а Фаник получил хроносферу. Поставил на Олесу онфлай. И убивает его соло. Такой вот. Офлейн войд. Ну что, Нави начинает разгоняться. Счет 1-6. Пока что Эмпайр как-то собраться толком не могут. Попытались они использовать свои два ультимейта. Два своих сильнейших тимфайт ультимейта использовали. Убили они, конечно, хвоста. Это замечательно. Убили Вайпера. Ну Вайпера особо не расстраивается. Он накупил себе рецептов перед смертью. Похоже, золото особо не потерял. Понятно, что Мека немного отложится, но не страшно. Урна имеется уже в Куроке. Ну и в Даймс Дэнди они готовы летать сейчас. По кулдану релокейт и пытаться кого-то убивать. Возвращается Флай. Смотрит на Фаника. Оставляет Клинкслейн и уже Флай. Надо, чтобы получал этот как можно быстрее своих фамилиров. Ну а самого два облимин стаффа бегает. Пытался кого-то найти. Пытался, судя по всему, поймать. Либо виспа, либо с Ковролсом. На выходе к руне. На руну только-только вот выходит к Уроке. Ну что, сейчас появятся урки. До рецепта осталось буквально полминуты. Рецепт сейчас купит Салент. Ну и потом уже посмотрим, как он начнет перемещаться. От Клинкса здесь на самом деле зависит весьма многое. Клинкс способен моментально буквально убивать цели с низким ХП. То есть это виспы, это Скай Врат, лакомые кусочки. Но они постоянно держатся вместе, друг другу готовы спасать. То есть либо виспа унесет Дэнди на Релокейте. Либо же Дэнди отомстит сразу же за виспа. Убьет самого Клинкса. Салент. По-хитрому обход. На Фанника планируют заходить. Вон скоро уже стейдж идет. Чейм Фрост даже наготове. Так, замедление дали. Плюнули, заставили потратить там волк. Фанник как-то не слишком далеко прыгнул. Буквально 5 секунд ему до хроносферы. Стоит он, пытается хоть как-то выжиться, если 5 секунд, но нет. Погибает за 2 секунды ультимейта. Моментально релокейт, прилетает Дэнди. Зарядил Мистик Флэр. Убивает Лосу на Флай. Ну и Пупей показывает свой Блинк Дайгер. Дабл килл получает Дэнди. Пришел в Резердшн посмотреть, что есть за возня, но все уже расходятся. Сейчас становится 2.8. Потеряли, конечно, Фанника. Буквально пару секунд ему не хватило. Иначе бы и он выживал. Но опять-таки релокейт Блинк Дайгеру с Энт Кинга. Эмпайр понимает, что чем дальше, тем будет только сложнее. Сейчас уже сами Нави начнут свои боевые действия, начнут искать всех, убивать. Пока что релокейт используется только в целях контрганг. То есть, как только выходит сами Эмпайр, получает вот это релокейт. Но сейчас, я думаю, уже скоро начнут Нави свои перемещения. Вылетают кусочки Мекки для хвоста. Пока что рецепта им не хватает, но я думаю, уже доделают буквально через пару минут. Хотелось бы забрать сейчас наивушку, чтобы появилась Мека. Так, Родов Атс, но он скоро. Ну, даже конкать в шот, но и он скоро. Выходил и поместил Хлэр, однако урона не хватило. Буквально, пары Аркейн Болтов не хватило, но Дэнди не стал соваться подушку. Уже больно далеко находился этот лич. Ну, попей с Фаньком, готовы на авантюру. Прожали себе смок, есть хроносфера, есть эпицентр. Можно пытаться убивать. Убивать в идеале, конечно, было бы здорово найти, убить Клинкса. Убить Салент, который фармит лес. Но пока перемещаются на мид к своим, потому что начинают... Доламывают уже, точнее, мид. Стоит здесь, и резолюшн готов. Кричает на всех подряд. У мага есть блинг, маг готов влетать тоже. Пытаться дефить вышку, но посмотрим, насколько это окажется успешным. Пока. Хвоста дуэль с кабаном. Паник понял, что там надолго, что друг на друга сейчас будут смотреться, и поэтому отправляется обратно к себе на оффлейн. Немного крипов сейчас получит, пока импайр там все в пятером стоят. На мид смотрит. Выходит резолюшн. Пытался он нагоражать хвост, увидит, что хвост не боится совсем. Понимает, что какой-то там есть план. Маг летает, моментально получает теншн сил, даже ничего нажать не успел. Ну и сразу же это минус маг. Полетел Чейн Фрост. Чейн Фрост прыгает по хвосту-хвосту, достаточно больно. Наконец-то появляется Фаник. Пупей Бороу Страйк, тем не менее, погибает. Ну и Фаник пытался сгрызаться в резолюшн, но тем не менее, вынужден отойти. Потеряли весь по АНАВИ. Потеряли вайперы. Потеряли Сент Кинга, теперь еще и Фаник. Неприятности Дэнди остается единственным в живых. Эмпайр. Убивает четверых. Потеряли Клингса, потеряли Беремастера. Конечно, потери для них весьма значительные из самых своих двух значимых героев. Упустили. Но тем не менее, вышку врагу не отдали по ДНЛ. Сами, конечно, в ответ забрать ничего не смогли. Но отпор дали, как минимум. Ну что, маг довольно серьезно просчитался. Он не знал, судя по всему, что здесь есть Вижен. Здесь Варды всегда обновляют Нави. Пытался с Клиффа влететь. Дэнди на него заранее кликнул на Ancient Seel. Собственно, поэтому Ancient Seel появился сразу же. За миллисекунды. После блинка. Ну и Беремастер хоть не успел нажать правим сплит, тем не менее. Эмпайр. Неплохо все отыграли. Это и Фамильяра, это и Оркит. Фаник в итоге со своей хроносферой влетел уже, когда все начали разбегаться. Мекки не было. Собственно, возможно, в этом была проблема. Но только-только доделает рецепт хвост. Так. Находят здесь Фаника, сажают на него фамильяров. Ну а Дэнди продолжает свое убийство. Нашел Бессмастера. Уничтожил. Подвар забегает. Здесь Резолюшн сразу же попался. Ну и Нави сразу же перемещается на ботом лейн. Здесь Фаник плеет вышку. Ну и Сайлент нападает на хвоста. Фаник пытался бить его в ответ, но здесь прилетает поддержка. Нет, телепорт поменили. А нет, это Мак уже влетел с блинка. Хвоста добил. Групп в поддержке Нави немного не успевает. Вынужден здесь плевать, птичек. 100 золота дополнительно для Дэнди. Но Фаник сейчас откатит хроносферу. Фаник, в принципе, готов. Нападает на Сайлент. Эншн Сил моментально разваливается Клинкс. Клинкс сейчас понимает, что Блэк Кимбар должен быть основным приоритетом на Блэк Кимбар Щедок. Так, Прайм Рор на Фаника. Влетел Мак. Моментально опять Сайлент Сил получает. Так и не нажал на свой Прайм Сплит. Ну и Дэнди уже с Годлайком. Вышку Нави сломали, отходит. Главное, на отступление сейчас свой стрих не потерять. Но есть развороты, пытается что-то делать. Здесь Пупей. Посадили ему на голову Фемляра. Дэнди воюет, пытается с Ванскором, но уже с манной неприятности. Возвращается обратный хвост. Убивает здесь Резолюшн. Ну и теперь гонит Олдис Ван Флайя. Прыгает на него Сэнд Кинг. Дает ему Бару Страйк. Ну и доплевать, визажа не проблема. Ну что, 8-15. Эмпайр пока что никак не мог задержать агрессию команды Нави. Каждый раз, как не впрыгает, Брюмастер получает Эншн Сил. С этим Дэнди все очень строго. Каждый раз контролирует Брюмастера. Наверное, готовы продолжать. Залили себе ман друг к другу. Уже начинают осаду Тир-2. Мека у них есть, они готовы здесь провести некоторое время. Я думаю, пора переключать. На Нетворс. Нет, наверное, не стали осаждать, понял, что пока рановато. Вместо этого полетели Ариал Кейтом. Находят. Находят Салента. Планик Хроносферу на него ставит. Мистик Флайер пока что живет, Салент. Наконец-то его добили. Урна Аркейн Болт. Это оказалось достаточно. Параллельно здесь ловит Ван Скоро. Хвост. Невдаем с Купеем. Ван Скоро убивает. Но идет пока что какое-то просто избиение. Команды Эпайром. Паши собраться столько не могут. Влетает маг. Наконец-то нажимает свой Прайма Сплит. Здесь параллельно станет резолюционно. Хвост его уже добивает. Скоро Ки воюет. Продолжает Брюмастер. Хвоста здесь катает на ветерках. Купей. Живет. Хвосту, судя по всему, дали Прайм Урора. Одновременно ему ждали Торнадо. Опять еще один циклон ему. Лос-Вон Флай. Получается подряд. Берн Старак не попадает. Аркейн Болты летят. Лос-Вон Флай здесь погибает. Ну и за магом. Замедляет его Фанник. Тайм Волком своим мага уже добить. Не проблема. Даблки к хвосту. Нави не потеряли никого. Сейчас переубивали вообще всех на карте. Кого только нашли. К ним приходят люди. Нави с радостью их забирают. Эпицентр не был потрачен. То есть можно сейчас Пупейман залить еще разок подраться. Ну и уже откатился. Мистик Флайр можно сейчас повторять. Была бы мана. Доплевывает Тир-2 уже. Удэнди 10-0 счет. Добивает Тауру. Купей себе гостептера уже хватает в принципе на Фириал Бейт. Похоже за ним он и отправляется. Можно сходить убить Тирошана. Можно просто отойти от Аргейнса, закупиться. Повторить. Так здесь бегает Салент. Оркит Пупей. Уже более плотный этот Сент Кинг. Пупей нажал стик и просто идет в своей... Выживает. Так, куда делся Висп? Верлокейт был использован. А куда летали как-то я пока... Не успел заметить. Похоже на базу слетал, но Дензи свозил. Чтоб тут не тратил время. Здесь тоже появляется уже гостептер. Чтоб не убивал Клинкс. Ну и смотрим графики. 7500. Чуть больше уже у Нави по золоту. По опту. 8000. Готовы продолжать войну. Поста уже вырисовываются кусочки аганима. Уже появился поинт бустер. Вайпер уже весьма плотный. Солбустер все-таки покупая Скаврас, оставил гостептер. Решил просто стать пожирнее, чтобы его не убивали. За прайм урор. Понимаю Дензи, что у него стрик, что стрик терять не хочется. Отдавать врагу. Ну и Бластон всегда будет полезный. Мана будет с зарядом на Бластоне. Чуть ли не бесконечная. Лейн пока что отпушует. Сэнд Кинг. Ну и Сален бегает вокруг него кругами. Прямо-таки. Ищет куда же. Отправится в Сэнд Кинг. Ну и никак его не найдет. Упей понял, что что-то здесь не ладно. Оставил Сэнд Рюард. Ну и просто с Дензи с хвостом стоят и ждут. Когда здесь кто-то появится. Ага, увидели птиц. Влетает. Упей просвечит. Прайм урор дали. Припрыгает еще и маг. Проблемы у Сэнд Кинга. Ну влетает Фарик. Дает Фарнасферу. Побегал, отнес. На максимум спида. Чейн Фрост. Ну и здесь уже на релокейте убивает. Урезарюшна. Привился к уроке. Ну и на релокейте обратно. Сэнд Кинг конечно в итоге потеряли, но убили. Бестмастера в принципе неплохой размен. Ультимейтов конечно все потратили, как в последний раз. Так, попался здесь Сэнд. Попался ли? Большой вопрос. Бежит он из по центре орда. Маг готов спасать своего. Сажает птиц на Фарника. Ну и Фарник здесь похоже так и останется. Немножко пожаден сейчас Сэнд. Не такой худой с Деспактом. Фарнику отомстили в итоге. Так, ну что. Нави, надо продолжать агрессию. Ни к чему замедлять ход событий. Дэнди дофармит пока что свой бластон. Готов на релокейте всегда прилетать. Буквально 10 секунд уже. Куда у нас осталось всего. Сэнд Кинг просто ходит и отпушивает лейны. Ну а Хвост вдвоем с Фарником должны сейчас. Оказывается там где. Стоят вышки. Собственно Хвост так и стоит на топе. Надо ломать здесь последний тир-1. Так. Салин-то заметили? Ну и сразу бежать. Мало ли там еще какие-то люди. Надо немножко отойти. Ну и Хвост с Фарником приходит как раз к вышке. Они понимают, что если что, на релокейте к ним придут, помогут. Упей уже тоже выдвигается с невидимостью. Упей видит Салин-то и решил. Попробуйте его бить. Борострайк дал. Просветил. Моментальный релокейт. Эншн сил. Ну и Салин здесь так и останется. Клинкс не выживает никак. Гоняется Фумляр из Курьером. Ну что, не совсем понятно, что Эмпайр здесь могут сделать. Против такой агрессии. Убивает их налево направо. 10-21 счет. Пойнт-бустер у Фаника. Тоже нацелился на Аганим. Ну и Хвост скоро свой Аганим уже доделает. Буквально 7-й сочетному осталось. Так. На Хвоста. На Хвоста насели. Хорносферу сразу ставит Фаник. Ну и Хвост просто бежит. Идет Вайпер. Понимаю, что всех замедлять будет. Дает Вайпер страйк на Маскору. Но сразу же получает Праймрур. Вылетает с эпицентром Пупея. Дает неплохой двойной Брору Страйк. Позволяет убить Леща. О, Суэн Флайси мне не менее живет. Сама Суэнт Кинга подкинул на циклоне маг. Но большой вопрос, будут ли его здесь пытаться ловить. Рядом Крутифаник. Ну и Пупей. Да, блин, я просто отскакиваю. Доделал Денису и Бластон. Не стали они с Виспом туда прилетать. Релокейт был в кублауне. До этого убивали Крингса. Собственно, поэтому получилось так немного неловко, что развернулось хвост Леща замедлить, чтобы тот его не отгонял. Попался при этом сам. Так, ну что. Релокейт опять нас Аллента. Опять Аллента находит. В центре вард поставили. Саллент бежать. Никуда здесь уже не убежит. То давайте прокликаем, что если у Эмпайр может появиться. Угруклаб только у мага. Маг уплотнился. Здесь Блинкдайгер показывал уже и резолюшн. Два блинка они прыгают. Два мастера. Пойнт бустеровался он у Флай. Мега влеча. Ну и товарищ Саллент. Похоже, Блокимбар не доделает никогда. Купил себе Мефир Хаммер. Но пока что Найи убивает только как только видит на карте моментально. Варды во вражеских лесах у Найи присутствуют. То есть куда бы ни пошел сейчас фармить Клинкс. Клинкса и везде найдут. Сам бегать убивать кого-то он попросту не может. Ну а теперь еще и гем появляется у Пупея, чтобы не тратиться на Дасты. Становится совсем неприятно. 20 секунд до следующего релокейта. Ну и Пайр собираются все вместе. Смог нажали. Находит Фанника. Вызывает птицу резолюшн. Пошел... Точнее не птицу, а Кубана пошел. Фанника пытается ловить. Прайм эрор дали. Фанник даже постоял, подождал пока на нее нападут. Ну и просто отпрыгивает. За ним сразу два блинка. Моментальная хроносфера. Фанник селепортируется. А вот у Пупея возможно будет здесь неприятность. Он влезет из блинка. Брус-трайк дал. Стал невидимым. Ну и в итоге так и разошлись. Без боя. Доделал хвост практически себе агоним. Поплевать здесь динозавриков. Так, ну а что будет дальше? Дэнди бы зарядов на Бластовне сейчас получить. 9 зарядов. Это замечательно, но хотелось бы побольше. Покажут фармить, судя по всему, на Эфириал Блейд. 1-0 у нее счет. Видит резолюшн, как говорится, что дает. Достянется ли родов фатус? Не успеет. Уже более медленно летит прожектал. Нет, все-таки дотянулся родов фатус, отдал Мистик Флэр. Получается род прайма сплит. Надо уводить его на Релокейте. Кроки посмотрел. Дэнди вроде бы живет. Дэнди заданаясь от Бластовна. Ну, судя по всему, сказал он Куроке, чтобы от него на вас. Ну и Пупей влетает с эпицентром. Позволяет добить лича. Куроке в итоге так и взорвался. Релокейт он потратил, но убили его быстрее, чем куда-то улетел. Ну, Пупей, получается, Алинс. Снимает госсептером. Весь урон предотвращает. Пришел хвост смотреть, что есть за потасовка. Ну и прицепился к магу. Мага убивает. Маг уже без правильного сплита. Маг пытается репортироваться. Получается первый уже удар Баш от Фаника. Проквит Таймлок. И Фаникс теперь уже в погоне за Лос-Вонфлай. Лос-Вонфлай поплевывает все. Сэнд Кинг, но Сэнд Кинг самое мое. А там Стив за это. Что ж, GG говорит Эмпайр. Эмпайр понимает, что так продолжать нельзя. Они понимают, что их так и будут убивать, как только они выйдут с базы. Здесь по графикам уже видно, что за 15 тысяч. По обоим. Ну что, весьма быстрый. Первый матч от Нави. Прям-таки доминировали они Эмпайр. Посмотрим, смеет ли Эмпайр отправиться в следующем матче. Напомнит у нас Best of 3. Матч на выбывание. То есть сейчас будет... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...